Предатели предают прежде всего сами себя. Я также сегодня рассказываю о косметических продуктах, которые у меня закончились. Скопилось их немножечко. И начну я с такой эпи. Пенка для умывания, улажнений и свежесть. Не сушит кожу, очищает и увлажняет. Это 100 лецептов красоты. Метка стоит номер один на рынке. Алоэ, виноград, зелёный чай. Ну, пахнет спору, нет, приятно. Но на этом приятности заканчиваются. В первую очередь, как только я открыла крышечку, она у меня отвалилась. Я не знаю, мне это повезло или это особенность концерна Калина, которому принадлежит данный бренд. Он чрезвычайно сушит кожу, несмотря на заявление, что он этого не делает. А у меня жирный тип кожи. Нужно очень сильно постараться, чтобы возникло ощущение сухости на лице. И вообще, я была очень рада, когда данный продукт закончился, он мне не подошёл совершенно. Так, далее. Пошла у нас такая мощная тема какая-то. Люмине. Вот такой шампунь для тела и волос. Он вроде с черникой. Ну, в общем, какой-то ягодный аромат вот обещают. И запах есть. Но такое... Вы знаете, есть продукт, допустим, у Форше продукции, у Дольче Милка. Когда хочется не вымыться продуктом и выпить его до такой степени аромат. Здесь такого нет. Да, есть что-то такое, ягодное намёк какой-то, но он не относится к категории тех продуктов, которые хочется съесть или выпить. Совершенно обыкновенное средство. То, что два в одном заявлено, это, извините, я как-то смотрела передачу, где рассказывала, документальную, разумеется, научную, где рассказывала, где дали трём химикам составы трёх разных вещей по уходу за собой. Первый был шампунь, второй гей для душа, третий, по-моему, жидкость для мытья рук. И дали задание определить, от чего эти составы. Так вот, составы фактически одинаковые. Там, единственное, могут быть ароматизаторы разные, там ещё какой-то элемент, который... Так что, в принципе, любой гей для душа можно использовать на волосы. Идея такая. Так что, то, что два в одном, то как-то не впечатляет в связи с этим. И, ну, самое обычное средство. Вот пойти купить в ближайшем отделе косметики самое простое что-нибудь, аналогичное вот этому. И могу отметить лишь... Ничего плохого тоже не могу сказать. Могу отметить, что прикольненький дизайн в стиле игры Angry Birds. Больше никаких особенностей я бы не нашла. Ничего такого. Также второй раз уже показываю натуре Сибирику. Очищающий тоник для жирно-комбинированной кожи. Он такой, он с карпачком. Здесь открывается дозатор вот таким образом, что... Нажимается на одну часть крышечки, а другая первая открывается. Средство выдавливается на... Редми-диск. И наносится на кожу. Очень хорошо освежает, особенно прекрасен он летом. Ну и зимой тоже нехило. Я довольна. У меня уже второй бутылёк. Не то, чтобы это что-то прям волшебное, сверхъестественное. Всё, я специально его поддерживаю. Просто я пошла в магазин, увидела, купила. Никаких плохих впечатлений у меня от него нет. Так. Ну и раз уж мы... Такая пенка у нас пошла. Вот Сибирика Профессионал. Скраб. Для головы. Облепиховы. Девчат. Ну и если меня спросят, ребят, вот это у меня просто средство номер один. Это самое обожаемое средство на моей ванной полочке. Сейчас расскажу почему. Во-первых, потрясающий запах облепихии. Просто вот непостижимый. Во-вторых, ну, скраб сам по себе полезен. Но самое главное, я даже слоган придумала. С этим продуктом ваши волосы будут чище, дольше. И это чистая правда. Я на себе проверила. Да даже уже купила вторую банку, потому что первая закончилась. Уже после... У меня волосы, склонные... Ну, уже... Жирды. Довольно быстро пачкаются. И уже после первого применения, я заметила, что... Вот, я не знаю, как на других типах волос, но у меня на один день волосы стали лежаться чище. Потом, чем больше я стала им пользоваться, дольше, тем у меня дольше держались волосы чистыми. И сейчас дошло даже до того, что он у меня держится чистым четыре дня. То есть, вообще, потрясающее средство. Я просто на него молюсь. Я надеюсь, фирма никогда не прекратит выпускать данный продукт. Потому что я просто его поклонница номер один. И я всем очень-очень советую. Хватает его надолго? Примерно на полгода, да. Я припоминаю, я его купила где-то... Зимой. Текущего года. И прошло достаточно... Очень много времени, прежде чем оно закончилось. Хотя я его просто пользуюсь каждый раз. Каждый раз. У меня ни... Ни одна мука головы не проходит в бездаранное средство. Так как я отварясь очень ленивым, я ничего не смываю. Я на кончике волос наношу бальзам. Потом, не смывая, мою голову. Не смывая, наношу вот этот скраб, скрабируюсь там все. Здесь написано вструкцию, что его нужно поддержать на голове, минуты три. Но я смываю сразу. Вот. И вообще... Просто вот мой фаворит на все времена. Лучшего косметология еще, на мой взгляд, не придумала. Хотя я не все припробовала, но... Я думаю, что так. Далее. Дезодорант, на который тоже молюсь. У меня сейчас вторая банка точно такая же. Если не третья. Очень классно. Это у нас гарниер. Минерал. Активный контроль. 109 рублей. Он такой клейненький. Он такой компактненький. Если что, его самым можно куда-нибудь взять, там, в поездку или еще что. Он такой откручивается. Такой прикольненький. Шариковый. Приятно пахнет зеленым чаем. И он не из-за заряда тех дезодоратов, что чем больше нужда в нем, да, вы понимаете, чем я, тем сильнее запах. Нет. Он реально все контролирует. Вот. Вообще. Просто, вообще, просто. Я очень советую. Я просто не знаю, что еще сказать. Гений. Он гений. Далее. Тушь. Эссенс. Так вот смотрится тюбик. Обзывается он Lash Mania Reloaded. Прошу прощения, не замолву. Скверно английским. По-моему, она удлиняющая. Обычно удлиняющая беру. А нет. Для невероятного объема с эффектом накладных ресниц. Никаких накладных ресниц. Нет. Самая обычная тушь. Обыкновенная тушь. Тушь как тушь. Вот такая щеточка. Ничего неплохого сказать не могу. Хорошего тоже. А нет. Хорошего могу. Он не оставляет комочков. Не создает эффекта паучьих лапок. Глазки будут выглядеть натуральненько. И последнее, что я сегодня буду показывать. Ой, у меня косметичка разваливается. Ну ладно. Это достаточно спорный продукт. От чистой линии. Называется Идеальная кожа. Аквакрем Мгновенная матовость. Да, чувство безжирного блеска. Не закупоривает поры. О, уже матовая и бархатистая. Летом эта вещь просто продукт первой необходимости по утрам для каждой девушки, которая куда-то собирается выходить. Я даже на рекомендует, как правильно, видела такой заголовок на отзыв. Пудра мне больше не нужна. Истинная правда. Он железно вот матирует. Никакого блеска. Я летом с этим кремом. У нас было очень жарко летом. Пудрой я в течение дня не пользовалась. Только утром после крема. Почему я сказала, что продукт спорный? Хоть он говорит, что увлажняет. Ну, я понимаю. Хоть он говорит, что он... У меня остается ощущение, что кожа в недостаточной степени увлажнена. И я хожу с этим ощущением, пока не вернусь домой, не умойся, не нанесу увлажающий крем. Появите правильно. Нет такого ощущения прям сухости кожи. Нет. Есть ощущение недоувлажненности. И вот руки. А руки у меня очень чувствительны к сухости. Я к вам очень многое могу определять и продукта. Руки мне сказали, что он кожу пересушивает. Потому что после того, как я им пользуюсь, мне безумно хочется нанести на руки увлажняющий крем. Прям безумно. Очень сильно. И... Поэтому... Я бы рекомендовала пользоваться только в те дни им. Ну, не на каждый день, а только куда-то идти. И только летом. Ну, если уж прям так хочется, можно, конечно, и другое время года. Но я боюсь, что кожа будет недостаточным количеством получать влаги. Ну, что я совсем разоболталась. На это всё. Давайте заканчивать. Будьте прекрасны. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok